Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш цикл передач по гербам городов Российской империи, вернее, России. И сегодня вот эти вот последние передачи, к сожалению, потому что невозможно охватить, рассказывать о всех городах России, потому что их достаточно очень много, у каждого города есть свой герб, у каждого города есть своя история. И поэтому мы попытаемся сейчас рассказать о самых таких вот важных моментах в истории вообще России и рассказать о тех городах, которые сыграли очень большую роль в развитии России. И сегодня мы с вами отправимся в Сибирь. Дело в том, что когда российское государство, Российская империя расширялась, она расширялась в трех направлениях. Первое направление это был, естественно, Запад, это войны с Ливонией, то есть территории нынешних прибалтийских республик, отвоевывали мы там территории свои. Далее было Юго-Запад, это территория Молдавии, Бессарабии, Крым, крымские войны. Но самая большая часть, так сказать, ну, как бы направленность русской политики, российской политики была направлена на восток. И с чем это связано? Дело в том, что Сибирью, мы поговорим об этом, почему Сибирь называется в принципе Сибирью. Вообще, при Иване Васильевиче Грозном, Иване Четвертом, вообще Сибирью называлось все, что находится за Волгой. Вот такая была территория. Но поскольку Золотая Орда распалась, это был такой период очень драматический для Золотой Орды, но очень хороший для российского государства, и оно разбилось на несколько ханств. То есть было Казанское ханство, Астраханское, Крымское, и самое большое – это было Сибирское ханство, которое занимало территорию, начиная от нынешнего города Кирова, и распространялось до Якутска и всего Дальнего Востока. Так вот, во время вот таких вот, так сказать, ну, не нравится мне слово «захватнические войны», но когда покоряли Сибирь, то некоторые города вот этого Сибирского ханства, они как бы подчинялись России и платили ясык, ясак еще иногда называют, то есть дань русскому государю. Но вот после того, как власть этого Сибирского ханства захватил потомок Чингисхана Кучум, он отказался платить дань российскому государю, мало того, он стал совершать постоянные набеги на те поселения, которые были в предуралии, там уже жили русские люди. И вот, для того, чтобы все это остановить, решено было, значит, объявить войну этому ханству сибирскому и завоевать его. Есть спорные версии по поводу воеводы Ермака, вообще Ермолай, его настоящее имя Ермолай Тимофеевич, но вот сокращенно Ермак, мы привыкли так говорить Ермак, Ермак. Вот покорение Сибири Ермаком, это вошло в историю, даже в учебники, в школах это преподают. Ну, давайте сначала разобреемся со словом Сибирь, откуда все-таки это пошло название. Вот в определенных источниках рассказывается так, что происхождение слова Сибирь точно не установлено. Но есть предположения. Ну, вот я считаю, что я должен как-то озвучить это. Дело в том, что на этой территории жили сибирские татары. И вот само слово татарское было сэбэр. То есть это значит мести, подметать. То есть подразумевается, что там вьюги постоянные, бураны, ураганы, зимы там действительно достаточно холодные и вьюжные. Но вот есть еще второе предположение, что это слово возникло от племени, которая населяла Зауралье. И племя эта называлась Сыпыр. К какой языковой группе оно относилось, до сих пор, так сказать, точно не установлено. Одни считают, что это самостоятельная какая-то группа языковая. Другие считают, что эта группа принадлежит к тюркскому происхождению. Тюркский язык, тюркские народы, которые очень родственны с хантами и мансами. Он хант и мансийск. Так вот, раньше территорию именно заселяли эти племена, ханты и манси. Так вот, Сыпыр, вот это племя, племенной род такой, большое племя, оно оттеснило хантов и мансов на север. Вот то, что мы сейчас имеем, ханты-мансийск и ханты-мансийский национальный округ. Так вот, считается, что именно вот от этого названия этого племени, потом выяснилось, что все-таки это более тюркское происхождение Сыпыр. Вот, то есть и произошло название Сибири. Но дело в том, что еще в XII-XIII веке Иван Васильевич Грозный написал письмо, грамоту английской королеве Елизавете. И вот я вам сейчас зачитаю, что, значит, там текст письма, текст этой грамоты я не буду вам зачитывать, потому что это не относится к нашей передаче. А вот подпись его очень интересная. Сейчас я вам ее зачитаю. Так вот, в конце этой грамоты королеве Елизавете Иван Грозный пишет, это в 1570 году было, он пишет, он себя называет так. Государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, земли Черногорский, Рязанский, Полоцкий, Рос, здесь пропущен, наверное, Российский, и всея Сибирская земли. То есть уже в это время как бы Сибирь принадлежала, то есть относилась к России. Так вот, после того, как Кучум сверхбывшего правителя, он стал нападать, как я уже говорил, на российскую территорию, на земли, где заселились русские, где были русские заставы, то возникла необходимость защищать их. И тогда была такая семья Строгановых, купцов, которые очень интересовались Сибирью, потому что Сибирь всегда славилась своими запасами и нефтяными, и лес там, естественно, был, который очень был нужен Европе, потому что в Европе с лесом были проблемы. Тем более, что Финляндия уже входила в состав России. Так вот, и там были найдены кладовые драгоценных камней. Почему уральские самоцветы? И, например, считается, что одним из таких вот редких камней, которые встречаются в Сибири, это является Малахит. Это считается царский камень, потому что вы, как знаете, вот из сказки Бажова «Каменный цветок», там из Малахита вот он пытался сделать вот этот вот замечательный цветок. Вот, так и все вот в Эрмитаже хранятся, и в Московском историческом музее, музее Пушкина хранятся вот предметы, сделанные именно из уральской яшмы. Это вот одна из причин, чтобы, так сказать, братья Строганова обратили внимание на вот именно этот край, эту территорию. Далее, что еще? Дело в том, что русские россияне, которые проживали в предуралии, которая уже была частью Российской империи, не империи, а Российского государства, империя возникла гораздо позднее уже. Так вот, там, значит, охотники собирались в такие небольшие бригады, артели такие, и совершали переход через Урал. Это называлось Большой Камень, и вообще Уральские горы тогда назывались Большой Камень. Так вот, они, значит, находили проходы, переходили через Уральские горы, особенно с южной стороны, где они были не очень высокие, потому что горы достаточно старые. Так вот, они проникали вот на территорию Сибири, за Уралья, как мы говорим, и оттуда привозили очень ценные меха, куниц, песцов, лисиц, и привозили оттуда же самородки. И вот братья Строгановы решили, они обратились к царю с просьбой освоить эти земли. И царь Иван Васильевич Грозный дал им права на освоение этой территории. И дал им льготы, и с условием, что они будут, помимо того, что заниматься там промыслами различными, они будут строить города или крепости, и укреплять, так сказать, вот северные границы, зауральские границы русского государства. И вот Строгановым был дан такой, так сказать, ну, карт-бланш, если говорить современным языком. Но для того, чтобы овладеть этими землями, нужно было, во-первых, разобраться с Кучумом, сибирским ханом. Он собрал под свое, как говорится, крыло киргизов, которые населяли тоже Сибирь, Юг-Сибири, и татар. И тогда возникла необходимость военного похода. И для этого военного похода в 1581 году был создан отряд во главе с атаманом Ермаком, Ермолаем Тимофеевичем. Вообще его называют в некоторых источниках как первопроходец, хотя в некоторых источниках вот слово атаман, оно имеет как бы двойное значение. Это и предводитель войска казачьего, и разбойник. То есть такой вот атаман-разбойник, так будем говорить. Почему именно разбойник? Потому что в то время многие беглые крестьяне бежали именно туда, вот за Волгу, в предуралье, собирались в банды, которые грабили обозы, грабили корабли, ладьи, которые шли по Волге. Особенно в Устье Волге, там, где она раздваивается, там вот такие плавни были. Они вот там нападали на те корабли купцов, грабили их. Так вот, Ермак, мало того, что ему было предано некоторое количество стрельцов, к нему примкнули вот эти вот беглые разбойники. Ермак Тимофеевич объяснил им, что наша задача сделать для Руси благое дело и отвоевать вот эти зауральские земли. И он дал присягу, что вот этот поход его за Урал будет во благо Родины, во благо России. И чем, благодаря вот этому вот его, так сказать, клятве такой, грубо говоря, значит, он был оправдан, а до этого он считался просто разбойником каким-то, бандитом. Вот. И он стал служить на благо Отечества. И вот в составе 840 человек он перешел Большой Камень, то есть Уральские горы, и пошел со своим отрядом. Он разбил татарские и киргизские поселения, которые там были, значит, вступил в битву с Кучумом, разбил его войско. Кучум сбежал на юг вот этого сибирского ханства, это ближе туда уже к Казахстану. А Ермак Тимофеевич, значит, стал осваивать эти земли, привлекая, естественно, русский народ, потому что земли были богаты. Богаты были лесом, богаты были, там реки были, богаты рыбой, пушнина была. То есть это все было привлекательно. И поэтому стали строить остроги, такие крепости. И первая из крепостей была Тюмень. Ну, к Тюмени мы чуть-чуть попозже вернемся. Давайте сейчас с вами просто посмотрим. Вот, существует такой портрет Ермака, так сказать, кто-то говорит, что это не очень достоверный портрет. Но, судя по летописям и по описаниям, именно и так выглядел Ермак, такой вот бородатый, видите, в какой-то непонятном головном уборе. А вот великий русский художник Суриков нарисовал такую картину, называется «Покорение Сибири Ермаком». Вы видите, что это идет ожесточенный бой. Но дело в том, что тут тоже масса возникает вопросов. Была ли это война или было добровольное? В некоторых источниках говорит, что добровольное присоединение Сибири к российскому государству. Да, были такие случаи. Вот в последующих передачах я вам расскажу. Это относится к одному из городов сибирских, где, естественно, добровольно племена, которые населяли эту область, и я вам скажу попозже в следующей передаче, обратились уже к царю с просьбой, чтобы они вошли добровольно в состав России, и чтобы российские заставы, засеки охраняли их народ, живущий на этой территории, от набегов кыргызов, именно кыргызов, а не кыргызов, а кыргызы сибирские, и сибирских татар, которые грабили, уничтожали эти города. Так вот, одним из первых городов стал город Тюмень. Давайте сейчас посмотрим. Вот это Тюмень как бы уже современная. Это то, что в Тюмени сохранилось достаточно мало памятников таких исторических, потому что Тюмень была вообще, в принципе, деревянным городом таким, потому что много было очень леса, и город строился из леса. Но поскольку все равно он подвергался нападению татар и кыргызов, то он часто горел. И после очередного пожара решили строить каменное здание. Вот это вот здание, это Воскресенская церковь, оно сохранилось до сих пор. Единственное, которое не пострадало от пожара. Потом стали укреплять эту крепость. Ну, во-первых, сделали такой чистокол. То есть это были бревна заостренные, вбитые в землю и выстроены под углом 45 градусов, чтобы конница не могла пройти. Ну, вы представляете, вот заостренные коля. Потом дальше был вырыт огромный широкий ров, который окружал этот город. То есть переправиться через него было нельзя. Но поскольку отряд Ермака потерял тоже очень многих людей во время сражений с войском Кучума, то Ермак Тимофеевич, Ермак, как мы его привыкли называть, он послал прошение царю с тем, чтобы ему прислали подкрепление для того, чтобы продержаться. Они решили провести зиму именно в Тюмени. И царь пообещал прислать ему войско. Но это, так сказать, решено было провести осенью, когда, вернее, даже поздней осенью, когда реки, которые были за Уралье, они хоть были и небольшие, но они были очень бурные, и переправляться по ним, особенно конец, обозам было очень тяжело. И поэтому ждали зимы, когда будет ледостав, то есть лед покроет эти речки, чтобы можно было пройти. Но Ермак со своим войском поднялся по Иртышу и образовал еще один город – Тобольск. О нем я скажу чуть-чуть побольше, попозже. Потому что Тобольск потом в результате стал как бы воротами Сибири для русских. А почему, я вам расскажу. Так вот, вернемся к Тюмени. И вот этот Тюменский край, поскольку он стал центром сибирского, так сказать, наместничества российского, то он должен был иметь, естественно, свой знак, то есть герб. И тогда вот для именно этого края Тюменского и придумали вот такой вот герб. Это герб Тюмени. Вы видите, что, ну, во-первых, корабль, и его охраняют, так сказать, поддержатели, так будем говорить. Это, значит, пушные звери, бобр и, значит, корабль, на котором прибыл Ермак со своим войском. И образовал вот этот Тюмень. Теперь давайте вот само слово Тюмень. Почему именно Тюмень? Потому что это вообще как бы для русского слуха, это название не совсем русское. В русском языке нет такого Тюмень. И, значит, существует несколько версий о том, как образовался этот город. Вот почему он получил такое название. Вот название это, вот по некоторым источникам, означает, что, когда образовывался этот город, острог, вернее, там находилось такое селение, поселение, которое называлось Чингитуры, на берегу реки Туры, вот. Но до этого там жили другие племена, пока их вот Кучом вместе с татарами и кыргызами не, так сказать, не уничтожил или отправил их, они переселились на север, вот где ханты Манси живут. Так вот, достоверных сведений об этом городе нет. Но татарские легенды связывают его со словом Тюмен. Что это значит? Десять тысяч, то есть десять тысяч человек проживало на этой территории. Есть еще другое мнение, я, чтобы не ошибиться, прям зачитаю, что вот этот русский город уже Тюмень взял название старой Чингитуры, которое пошло от угорского. А вот угорские племена, это вот и финны, и вот те жители там, и вот жители севера, вот ханты Манси, они относятся к угоро-финской группе языковой. Так вот, от угорского Чинген, что означало город на пути? Вот есть такое разъяснение, что город состоит из двух нерусских слов. Тю – это принадлежность, а Мена – это достояние, то есть мое достояние. Вот так вот расшифровывается название этого города. А почему Тюмень, так сказать, город на пути, если вот так расшифровывать по-другому? Дело в том, что через Тюмень проходили важные торговые пути, потому что все товары из Бухары, вот из всех среднеазиатских ханств, через сибирское ханство, потому что ханства, они были взаимосвязаны, у них была единая вера, и вот через Тюмень проходил торговый путь, который снабжал Россию, то есть восточную часть, за Уралом, европейскую часть России снабжал пушниной, шелками, тканями, а также каракульчой. Каракульча – это вот шкурки молодых барашков. Каракулевые шубы почему-то были модны, вот в 50-60-е годы считалось роскошью такой вот. Каракульча – это гораздо дорогостоящая была шкурка, потому что это только что появившиеся на свет ягнят, ягнят, их резали, вот снимали шкуру, специальным способом ее обрабатывали, она была очень мягкая и теплая, и она легко поддавалась кройке и шитью, то есть из нее шили богатые одежды, воротники, шубы. Это сохранилось довольно долго, ну и сейчас вы знаете, что каракулевая шуба ценится достаточно долго. Так вот, отсюда вот произошло слово Тюмень. И вот эта Тюмень, она как бы стала воротами для России, для того, чтобы дальше покорять Сибирь. А вот как она покорялась, добровольно или с воинами, с кровопролитием, я вам расскажу в следующей нашей передаче. А пока я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Нечаев. Всего вам доброго, до свидания.